Владимир Путин Ксения Собчак набрала около 2%, остальные кандидаты и того меньше. Явка на президентских выборах, за повышение которой активно боролись власти России, немного не дотянула до рекордной и составила почти 67,5%. Не обошлось и без нарушений. Избиратели обсуждают записи, на которых видно, как члены комиссии пачками вбрасывают бюллетени в урные. Однако в Кремле уже празднуют уверенную победу. Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается представителя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня. Все изменения будут объявлены после инаугурации. Самые высокие показатели поддержки Путина, как обычно, зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Больше 90% избирателей отдали свои голоса за действующего президента и в аннексированном Крыму. Однако в Евросоюзе выборы главы России на полуострове не признают. Результат российских выборов и обстоятельства их проведения не стали для нас сюрпризом. Очевидно, что нет никаких оснований говорить о честной политической конкуренции, какой мы ее знаем. Еще один аспект – это проведение выборов в Крыму является неприемлемым. В знак протеста против проведения президентских выборов в Крыму, Украина на материковой территории вообще не позволила россиянам проголосовать. Полиция и Национальная гвардия заблокировала доступ к российским посольствам и консульствам в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Внутри зданий пропускали только сотрудников, а активисты устроили переди представительствами перформанс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова с жалобой на действия украинцев обратилась к Верховному комиссару по правам человека ООН, а также в ОБСЕ и Совет Европы. Явка на остальных участках за пределами России была высокой, там обошлось без инцидентов. Яд, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, изучат эксперты организации по запрету химического оружия. Они соберут образцы нервно-паралитического вещества и отправят их в международные лаборатории. Представители организации прибыли в Солсберик, где спустя две недели после покушения на экшпиона все еще работают британские специалисты. Они договорятся с полицией по поводу образцов, которые они могут взять. Мы хотим убедиться, что этот нервно-паралитический агент независимо проверен. Мы хотим удостовериться, что у них есть все необходимое, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить это вещество. В воскресенье городок засыпало снегом. Это, однако, не сказалось на ходе расследования. Полицейское оцепление сохраняется во многих местах, в том числе у ресторана, где экшпион с дочерью, приехавшей к нему из России, обедали в день отравления 4 марта. Сами пострадавшие до сих пор в критическом состоянии. Представители России просили доступа к ним, но в Лондоне отказали. В Кремле по-прежнему настаивают к отравлению экс-полковника разведки непричастно, а все запасы химического оружия давно уничтожены. Вновь избранный российский президент впервые озвучил, что думает по этому поводу. Ну и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полный чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Накануне в Москве также заявили, что нервно-паралитический агент мог быть разработан в Швеции, Чехии и даже Британии. Однако в Лондоне утверждают, имеют доказательства того, что Россия 10 лет продолжала разработки вещества «Новичок», примененного в Солсборе, и даже накопила его для подобных убийств. А все опровержения со стороны Москвы глава британского МИДа называет все более абсурдными. Все могут убедиться, это классический российский прием, попытка спрятать иголку правды в стогу лжи. Через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне им больше никого и никогда не удастся одурачить. Позицию Лондона поддержал и совет министров иностранных дел Евросоюза. В официальном заявлении евродипломаты требуют от России немедленно ответить на вопросы относительно отравления Сергея Скрипаля и полностью раскрыть программу «Новичок». Кроме того, отдельные страны заявили, что вслед за Британией рассматривают возможность введения санкций против Москвы. Тем временем Кремль высылает из Москвы 23 сотрудника британского посольства. Так зеркально ответили на высылку своих дипломатов из Лондона. Кроме того, отменено открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также закрыт Британский совет в России. В свою очередь, премьер Тереза Мэй дала понять, что на эти решения Лондон тоже глаза не закроет. Пятидесятилетний автомобилист погиб в федеральной земле Бранденбург. Это случилось на дороге в коммуне Гроссберен. На повороте мужчина съехал с проезжей части и врезался в дерево. Из-за сильного удара у автомобиля вырвало блок двигателя и отбросило почти на 20 метров. Шансов выжить у водителя не было. На этом отрезке пути разрешено ехать не быстрее 50 км в час. Однако погибший ехал со скоростью вдвое больше. Возможно, это и стало причиной ДТП. Так это или нет, станет известно позже. Два человека получили тяжелые травмы в аварии на кольцевой дороге в окрестностях Нижнесаксонского Ольденбурга. По данным полиции, при повороте налево 52-летний водитель не заметил ехавший навстречу автомобиль, за рулем которого был 23-летний парень. После столкновения обоих участников ДТП зажало в разбитых машинах. Вытаскивать их из-под обломков пришлось спасателям. На вертолете пострадавших доставили в больницу. Кольцевую из-за аварии пришлось полностью перекрыть на несколько часов. На грани жизни и смерти и один из попавших в аварию в Гамбурге. В районе Аймсбютель столкнулся Мерседес и автомобиль службы доставки. Это произошло перед станцией метро Эмилиенштрассе. Мерседес протаранил спецтранспорт сбоку, после чего выехал на встречку. Там он задел еще две легковушки, припаркованные на обочине. Водителя Мерседеса в тяжелом состоянии госпитализировали. Предположительно, кто-то из участников столкновения неудачно пытался развернуться. Жуткая находка в Баварии. На автобане А9 недалеко от Нюрнберга туристы обнаружили мужчину без признаков жизни. Он лежал возле фуры на площадке для отдыха. При этом у него была сильно разбита голова. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Погибший оказался гражданином Украины. Тем временем, в соседней фуре полицейские обнаружили еще одного мужчину с тяжкими травмами. Его немедленно доставили в больницу. Правоохранители считают, что это было насильственное преступление. Ни пострадавший, ни сотрудники транспортной компании, в которой он работает, не говорят по-немецки. Поэтому допросить их следователям пока не удалось. Новое нападение на израильтян в Иерусалиме. Палестинец набросился с ножом на правоохранителей в старом городе. Пострадавший в критическом состоянии. Нападавшего застрелила полиция. Террорист был один. Для нападения он использовал нож. На место незамедлительно прибыла полиция и отцепила территорию. Нападавших застрелен. Этот инцидент последовал за терактом на западном берегу реки Иордан. В пятницу палестинец совершил наезд на группу военных. Двое из них погибли, еще двое ранены. Напряженность в израильско-палестинских отношениях в последнее время возросла. Ухудшение ситуации спровоцировало решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Турецкая армия не остановится на взятом под контроль сирийском городе Африн и продолжит двигаться дальше на восток страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тейпардаган. После того, как мы заняли центр Африна, мы завершили самый важный этап операции «Оливковая ветвь». Теперь мы продолжим этот процесс, пока не зачистим весь этот коридор. Африн турецкая армия заняла при поддержке повстанцев из свободной сирийской армии. Они вошли в населенный пункт Воскресенье на рассвете сразу с трех сторон, не встретив никакого сопротивления. Накануне бойцы курдских отрядов народной самообороны покинули Африн. Большинство террористов сбежали, поджав хвосты. Наши вооруженные силы и члены свободной сирийской армии прочесывают районы города и убирают оставленные ими ловушки. В центре Африна вместо тряпок террористов развиваются наши флаги, как гаранты доверия и стабильности. В центре захваченного города разрушили статуи кузнеца Кавы. Это герой персидской мифологии, имя которого связано с праздником Навруз. Курдские диаспоры по всему миру обвинили военных и сирийских повстанцев в неуважении к своей культуре. Тем временем сирийские правозащитники сообщают, что на окраинах города продолжается столкновение. По их словам, за последние несколько дней Африн покинули более 150 тысяч жителей. О начале наземной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии Анкара объявила в конце января. Цель этой кампании – разгром сил народной самообороны курдского ополчения, пользующегося поддержкой США. Против турецкой военной операции в Африне на выходных протестовали в Ганновере. На марш протеста там вышли около 11 тысяч человек. Большинство из них – курдские мигранты. Мы здесь, чтобы поддержать сопротивление в Африне, потому что президент Турции убивает невинных людей, невинных гражданских лиц. Демонстранты также несли флаги, призывающие к освобождению Абдулы Аджалана, заключенного лидера рабочей партии Курдистана. Полиция заявила, что демонстрация в основном прошла мирно. В то же время двух протестующих правоохранителям пришлось задержать. Трагедия во время представления. Во время шоу во Флориде погиб акробат цирка Дю Салей. Трагедия произошла, когда опытный артист выполнял относительно несложный трюк на кольцах. Он неожиданно соскользнул и упал с высоты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его медикам не удалось. 38-летний артист Ян Арно был опытным акробатом и работал в цирке более 15 лет. По словам директора цирка, это третий смертельный несчастный случай за 34 года работы труппы. Было ужасно, люди в зале закричали, там были дети, они очень испугались. И во вторник ночью умер российский воздушный гимнаст. Несчастный случай с артистом цирка Мстислава Запашного произошел три недели назад, во время выступления в Элисте. Акробат сорвался с шестиметровой высоты. Он получил тяжелую травму головы и переломы. Уникальное культурное событие в Берлине. Выставку современного искусства проводят в здании, которое вскоре снесут. Это бывшая автомастерская в районе Вильмерсдорф. Тут в трех плоскостях представлены граффити и другие работы в стиле стрит-арт. Проект несет в себе социальный месседж. Он заключается в том, что искусство постоянное, а симбиоз с искусством может обогатить общество. Здание творческому коллективу любезно и бесплатно предоставило в распоряжение компания-застройщик. 88 деятелей искусства представляют свои творения на 2000 квадратных метрах в 15 помещениях, двух залах и подвале. Мы надеемся, что с помощью такого проекта, как у нас сегодня, покажем, что за небольшие деньги, но с любовью к деталям, можно принести людям много радости и духовно обогатить наш город. Такую же надежду питает берлинский художник и соорганизатор выставки Сенар Шио. Он мастер граффити. Это важно, использовать такие свободные пространства, как этот пустой дом, и не оставлять их наедине с пустотой. Выставка урбанистического современного искусства будет открыта до следующих выходных, ведь уже в конце марта это здание начнут сносить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова